Всем привет, с вами Стэль и не забывайте подписываться на канал. Интересные факты про ананас. Родиной ананаса является Южная Америка. В настоящее время он культивируется во многих тропических странах. В настоящее время мировым лидером по экспорту ананасов является Гавайские острова, на которые приходится примерно треть всего мирового производства. Первые плантации здесь появились в начале 19 века. Об ананасах вспоминал открыватель Америки Христофор Колумб. В своих дневниках он отмечал, что ананас внешне похож на сосновую шишку, но гораздо больший размер. Индейцы называли его «Анна-Ана». В переводе означает «запах запахов». По другой версии отличный фрукт. Именно европейцы и начали распространение ананаса по всему миру. Завезли его в Индию, затем в Африку и Австралию. Европейцам впервые удалось вырастить ананас в оранжереях в 17 веке. Садовники и герцогини Клиблин провели удачный эксперимент в 1672 году. Ананас был преподнесен в дар королю Англии Карлу II. Монарх пришел в восторг и приказал заняться разведением ананасов в оранжереи Винцерского дворца. В Советском Союзе бананы чаще всего продавали зелеными. Дома их клали в темное место и ждали, когда созреют. Интересно, что и ананасы в наших магазинах часто продаются недозрелами. Но только ждать его созревания дома бесполезно. Если ананаса срезать зеленым, он таким и останется. Ананас непременно присутствует на новогоднем столе во многих странах. А в Китае без него встречать Новый год вообще считается недопустимым. Ведь именно этот плод, по мнению китайцев, символизирует счастье и в семье, и в успех делах. Кроме плодов, широкое применение находят и листья ананаса. Их, правда, не употребляют в пищу, а используют в качестве сырья для производства экологической чистой ткани. На производство одного квадратного метра ткани требуется около 480 листьев. Ткань получается прочная и тонкая. Но только широкого применения эти технологии не получили. Поэтому основная часть листьев оказывается на свалках.